Всем огромный привет! Сегодня готовлю фасоль в томатном соусе. Иногда дома не бывает мяса, хочется приготовить что-нибудь вкусное и сытное или просто себя побаловать фасолю. И вот тогда мне на помощь приходит вот такой простой рецепт. Можно подавать и в горячем и холодном виде. Заранее замочим фасоль 400 грамм. Я обычно ее заливаю на ночь или с утра. Она должна побыть в воде не меньше 6 часов. Воду сливаем и промываем. Кладем в кастрюлю, заливаем водой. Ставим на огонь. По надобности снимаем накипь. Как закипит, добавляем 1 чайную ложку соли и варим на небольшом огне до готовности. У меня по времени занимает примерно 1 час. За это время, пока готовится фасоль, сделаем зажарку. Лук порежем четверть кольцами. Я люблю много лука, поэтому добавляю 5-6 луковиц. На сковороду наливаем растительное масло, кладем лук и жарим до полупрозрачности. Теперь к луку добавляем томатную пасту 2-3 столовые ложки или на ваш вкус. Я добавляю 3 столовые ложки. Если планируете фасоль подавать с гарниром, нужно на этом этапе добавить 100-150 мл воды. Тогда фасоль получится как с подливом. Тушим все вместе еще минуты 2 и снимаем с огня. Теперь берем горшочки для запекания, кладем в них фасоль с зажаркой. В каждый горшочек добавляем соль и специи. Я добавляю сладкую паприку и хмели-сумели. Теперь вливаем немного воды в каждый горшочек. Я добавляю по 2-3 столовые ложки. Прикрываем крышками и ставим в разогретую духовку. Томим при 180 градусах 25-30 минут. За это время фасоль пропитается луком и томатом и превратится в очень вкусную фасоль. Если нет горшочков, можно сложить всю форму и прикрыть фольгой и отправить в духовку. Но мне всегда кажется в глиняных горшочках получается еще вкуснее. Подаем как самостоятельное блюдо или с гарниром. Мне нравится с картофельным пюре или рисом. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы самые лучшие награды для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!